С момента своего возрождения Марка Бугатти была символом технического совершенства, но закат эпохи двигателей внутреннего сгорания заставляет трансформироваться даже такие автолегенды. Притом трансформация будет несколько странной. Для будущей электрификации гиперкаров владеющий брендом концерн Volkswagen решил подыскать крепкого партнера, а нашел хорватскую фирмочку Rimac. На самом деле, некоторую славу контора Мата Римаца имеет. К услугам ее инжинирингового центра обращаются Porsche, Aston Martin, Renault и другие автопроизводители. Более того, акционером компании являются Porsche и Hyundai. Правда, собственный гиперкар-модель Nevera хорваты доделали лишь недавно. Но получилось интересно. Двухтонная машина выстреливает до сотни за пару секунд, а максимальная скорость превышает 400 км в час. Что касается будущего Bugatti, то Porsche и Rimac станут совладельцами совместного предприятия, где немецкой стороне будет принадлежать 45%, а хорватской – 55% акций. Главой нового СП станет, собственно, Мата Rimac. Все это грозит производителю Chiron большими трансформациями. В Хорватию переедут инжиниринговый центр и головной офис Bugatti, хотя заводик во французском Мольсайме сохранится. Во всяком случае, пока. А итог всей этой затеи таков. Volkswagen'у надоела дорогая игрушка, и немцы нашли изящный способ, как переложить заботы по созданию новых Bugatti на чужие плечи. Ну а хорват Rimac должен быть счастлив, что эти плечи принадлежат ему. И продолжая тему прелюбопытных корпоративных новостей. Как уверяет европейская пресса, концерн Daimler готовится организовать отдельное подразделение, куда войдут суббренды AMG и Maybach, а также внедорожник G-класса. Считается, что такие автомобили имеют слишком специфического клиента, а потому нуждаются как минимум в собственном отделе маркетинга. Подробности должны последовать на сентябрьской выставке IAA. Впрочем, о свежей стратегии Мерседеса, суть которой – прирастать суббрендами, мы знаем чуть больше других. Ведь на Санкт-Петербургском экономическом форуме телеканалу Автоплюс свое мнение озвучил генеральный директор российского Мерседеса. У люксового сегмента, не только автомобильного, но и вообще в любых товарах, самый большой потенциал роста в ближайшие 10 лет. В зависимости от богатства населения конкретной страны, сегмент роскоши растет в 3-4 раза быстрее, чем рынок обычных товаров.